Привет, мои хорошие, с вами Селена, и мы продолжаем отдыхать и загорать в собственном дворе. Кстати, давно хотела порекомендовать вам такой препарат, как мигрениум. Это обезболивающее средство от мигрени, от головной боли. Также можно применять в первые дни менструации. Этот препарат хорош тем, что он не влияет плохо на желудок и не обостряет гастрит и язвенную болезнь. У кого она есть, в отличие от других средств. Также, в отличие от цитрамона, не оставляет отеков на лице, ногах и руках. Действует он через 15 минут, очень быстро, в течение 4-6 часов. Длится его действие. В упаковочке 20 таблеток. Выглядят они так, беленькие, покрыты белой оболочкой. Стоит абсолютно недорого, в районе 100 рублей. Так что, если вы еще не пробовали, я рекомендую вам попробовать. При головной боли и общем недомогании вы сразу же почувствуете прилив сил. Это очень хорошо сохранять ясность ума, особенно если вы на работе и вам нужно продолжать активность. Так что, рекомендую. В общем, я все здесь уже обустроила. Сейчас, конечно, у меня бардак на полу, но я покажу. Все эти штуки вручную я обклеила. И, в общем-то, у нас вот так все получается. Переход малой все. В общем, я полностью довольна. И мы отдыхаем, загораем. Вот, что еще я хотела сказать? Что еще я хотела сказать? Возможно, сегодня мы пойдем в бассейн. Я не уверена с Кристинкой. Я еще об этом ей даже не говорила. Я все не могу стереть свои ногти. Все, сейчас сотру ногти. Это ужас какой-то. Ну все, мы слушаем музыку, загораем. Пока что так начинается наш день. Сынуля, мой маленький ангелочек, уснул. И я сразу же побежала в комнату. Он спит, вот я его вижу во дворе. А я сразу побежала в комнату делать овощную рагу. Завтра ко мне придут гости, скорее всего, завтра, да. И надо их чем-то кормить. Видите, у меня тут вкусняшек из сока. И детям, с детям придет. Подруга моя, одноклассница. Думаю, завтра или в воскресенье, не знаю. В общем, я готовлю рагу. Вот, готовлю я его просто. То есть, я сначала еще не наливала водички. Просто добавила туда кабачки, синенькие. Все по вкусу, в пропорциях, какая вам нравится. Помидорчики, болгарский перец. Никаких приправ, ничего я туда не бросаю. Потому что я маленькому своему тоже буду давать пробовать все это. И свиноговяжий фарш. То есть, я туда брошу, все это перемешаю. Вот сейчас немножко водички вот так налила. А уже овощи дали свой сок. И оно прям уже практически полностью в воде. Так что, сейчас я добавлю, ну, посолю немножечко и добавлю свиноговяжий фарш. Хотя, возможно, для ребенка лучше какой-нибудь кролика или индюшку брать. Но в следующий раз что-то я не подумала об этом. Ну, говядину мы едим, свинину еще, по-моему, не пробовали. Ну, чуть-чуть попробую, но я даже не буду ему особо мясо давать. Я больше дам ему овощи. Так что, такие дела. Так захотелось пить молочного коктейля. Я для себя нашла, на самом деле, вот эти трубочки, которые в фикс-прайсе продаются. Они шикарнейшие. Вчера я клубничку делала. Просто молочка холодного наливаю. Детское покупаю. Не литровое, а детское, маленькое. Ну, потому что у меня молоко быстро пропадает. Поэтому я маленькими его лучше. Такими, в брикетиках маленьких по пол-литра или по 0,2 покупаю мне в холодильнике. Сейчас попробую. Это карамель банан или шоколад банан? Шикардос. Вообще очень вкусно. И, кстати, у меня Машенька, моя сестра, сестра, сестра моего мужа, она вообще молоко не любит пить. А вот такие мамочки, мама ей начала брать трубочки. И она молоко за милую душу пьет. Очень вкусно, реально, как молочный коктейль. Вот летом отлично. У меня много таких трубочек. Я еще наберу. Гости придут, буду их поить таким молочным коктейлем. Деток особенно, им будет прикольно. В общем, кормить, поить, загорать. Классно. Ну что, приготовила я соус. И осталось немного времени для себя, где-то полчаса. Через полчаса я, ну это в лучшем случае, проснется малыш, может быть, раньше. Лежу за гора немного. Сейчас на меня, кстати, падает свет. Вот, вот я вот такие штучки сделала. И прям конкретно падает свет, вот наличика, да, немножечко. Сейчас самый пик, но солнца у меня здесь нет. И получается, я просто под небом загораю. И вот немножко отсвечивает вот эти вот все вещи. Параллельно переписываюсь со всеми практически нашими ростовскими блогерами. В общем, обсуждаем встречи и так далее. Встреча с подписчиками будет отдельно. Мы сделаем с Кристиной вдвоем. Ну, так как она со мной все время, я думаю, вы будете рады ее видеть. Мы, скорее всего, будем вдвоем. Ладно, поменьше буду болтать. Пусть сына поспит, и я позагораю, отдохну. Так, теперь ведем трансляцию из дома. Из кровати, то есть с кровати или из кровати. В общем, сын опроснулся. Я его накормила. Мы еще погуляли. Потом уже солнышка не было, мы решили домой зайти. Да, мы зашли домой. И что мы делали? Сыну сразу искупала, сама искупалась от влажной волосы. Еще даже не хочется феном, честно говоря, сушить. Хочется с влажными походить. Сейчас не делала особенного никакого ухода. Просто взяла вот этот Био Арктик от Фаберлик. И шампунчик, бальзамчик, и все. А сверху спрей. Ну, любой. Я использовала Эстель. Сейчас он у меня уже закончился. Все, Эстель. С розовым колпачком. Но, честно говоря, я не очень им довольна. Пока что ДАВ для меня остается самым лучшим. Вот ДАВ спрей для легкого расчесывания. Вообще мега. И маслица Горнье, которые обычно я использую. Показать вам, что ли? А то, может, кто-то не очень часто меня смотрит. Вот такой я использовала Эстель. Брызгала им. У них весенняя, по-моему, какая-то коллекция. Вот эта новая была. Вот Эстель. Вот я его выбрызгала уже весь. Ну, буду использовать для чего-нибудь спрей. Я их оставляю, потому что спрей всегда надобятся. И вот у меня уже совсем масло. Чуть-чуть осталось. Вот такое Горнье. Фрутис. Вообще, мой любимый Шварцкопф. Но у меня баночки нету. Ну, посмотрим, какое маслице следующее будет. Возможно, я попробую от Фаберлик какое-то маслице. Хотя не всё мне нравится от Фаберлик. Но надо пробовать. Поэтому маслице я бы попробовала. Вот. А спрей надо надав переходить снова. Деня, в чём дело? Ну, и всё, в принципе. Мы поели. Мы отдыхаем. Время 7 часов. Кайфуем, отдыхаем. Проведём трансляцию. Всем доброе утро. Уже в какой раз, я не знаю, за сегодня. Хотя второй, наверное, только. Мне всё время кажется, что я только включаю камеру и доброе утро. Всем привет. Так, сын, а уже телефончик взял. Мы сегодня прям с утра, с 10 часов, потому что сегодня к 11 ко мне в гости приезжает моя одноклассница со своим сыном. И я уже такая утром встала, быстро всё разобрала. Всё у нас снова красиво, всё лежит. Половина двора в солнце я сейчас ещё загораю. Ленок придёт, тоже ещё успеет бы загорать. И я вот сегодня подумала о том, как хорошо, что у меня уже в самую жару. На самом деле здесь тень, то есть нет прямого солнечного луча. Поэтому можно проводить целый день на улице реально и не убегать. Потому что если бы здесь палило солнце, то в это время уже после часу было бы вообще не кайф здесь находиться, и мы бы прятались все домой и выходили бы вечером. А так здесь тень и прекрасно на улице проводить время в тени. Мы вот так до вечера и тусуем тут. Дэн, только в водичку, пожалуйста, телефончик не каши. Вот, я попила кофе, сына накормила кашей. Вот, ребята едут, арбузы дыни несут нам. Вот, ну в общем, ждем их. Ну вот, хотела познакомить вас со своей одноклассницей. Леночка зовут ее, вы ее еще не видели у меня. В общем, она приехала со своим малышом. Сколько твоего мужа? Четыре с половиной. Пять будет в сентябре. Что-то там трескается. Уже пять в сентябре. Уже пять будет в сентябре, все растут. Я даже... Дэня бежит у меня и камни в рот берет. Так, внимание, застыли, ребята. В общем, что я хотела сказать? А, что дети настолько быстро растут, что я все время забывала на самом деле, сколько кому лет, представляешь? Я даже своей племяннице... Так, ей два было, надо вспомнить, поэтому... У нас четыре года, получается, разница. Не могу, я даже это забуду. Вот, в общем, мы загораем, отдыхаем, пьем кофе. Все, в общем, малые нам скучать не дают. А, и передаем привет Юле. Юля, привет! Где она живет? В Армении. В Армении, аж в Армении. Привет! И там смотрят. Супер, супер. Всех уже Юля подсадила. Всем привет, всем, кому... Всех, кого подсадила Юля на меня. И Юля, и Сережа. Привет. И Дима. Всем привет. А я смотрю сюда. Она до сюда. Да. Мне что-то страшно. Да ладно, что ты. Скорки у нас тут. Иди, малыш, я. Ленка педикюр сделала. А свои не покажу, у меня ужасный. Ап! Короче, вот у нас сейчас прошел легкий дождик, и у меня просто вот это вот все место. Здесь и виноград вообще, ну, который мы не едим. И тут просто невероятное количество пчел. Они жужжат, прям музыка. Дикий виноград. Дикий виноград, да. И, короче, я не знаю, что делать. Страшненько стало мне здесь. Мы зашли домой, искупались уже. Я сленок разговариваю по телефону и параллельно отклеиваю. Вот отсюда, помните, у меня сердечки вот такие фикс-прайсовские были много. Вот они у меня. Я их отклеиваю, потому что сына с кроватки их достает и в рот тянет. И, знаете, они плохо отклеиваются. Ну, в общем-то, как бы вроде бы хорошо, но они оставляют вот такие вот следы, если вам видно. В общем, я буду мучиться их отдирать. Ну что, мои хорошие, мы проводили Лену. Я после того, наверное, не была еще, не выходила на связь. Мы проводили Лену с ее сынулей, зашли домой, поели, искупались. Сразу я начала снимать видео, очень сложно. Мне удалось это видео, сынуля ничего не дает снимать. Потом я провела прямой эфир, ответила на вопросы под постом в Инстаграме. И вот сейчас сынуля заснул, и у меня просто вообще нет никаких сил. На самом деле солнце так сильно выматывает. Плюс, ну вот, нервы не получаются. Я там видео раз засняла, не то, 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 а жара. В общем, я хочу спать. И хорошо, что я вчера монтировала видео для вас. Я уже загрузила его на YouTube. Так что я его опубликую утрочком в 6 утра. А остальные завтра. Буду монтировать. Влог продолжается. Я думаю, что еще можно сюда что-нибудь закинуть. Интересненько. Что мы будем завтра делать, я не знаю. Мы уже второй день или третий, видите, дома проводим. Возле нашего бассейна. И вообще никуда даже не надо идти. И только гостей принимаем. Посмотрим, кто завтра приедет. Может быть, Лена приедет. Другая. Так что оставайтесь со мной. Спокойной ночи на сегодня. Привет. Мы проснулись. У нас на улице дождь был. Чуть-чуть в наш бассейн. Вот так он у меня сложенный стоит. В общем-то... В общем-то... Сегодня я хочу что-нибудь другое поделать. Уже написала Лене. Жду, пока она освободится. Время сейчас полдвенадцатого. Мы уже покушали. Я пью кофе. И еще хочу себе сделать... Лена-одноклассница моя, которая приезжала. Ее муж очень вкусно готовит. И он все время что-то фантазирует. И она мне рассказала какой-то рецепт. Такие классные... Классные штуки, короче. Хочу сделать. Сейчас у меня размораживаются сосиски. Потому что они лежали в морозильнике. И я хочу попробовать сделать такую закусочку на завтрак. Вот. И жду Лену другую. Чтобы мы решили, что может быть в торговый центр поедем. Короче, хочу ребенку подарить впечатление. Какие-нибудь. Ну и себе тоже. Так что мы просыпаемся. Ну что, мы с малышом решили выйти из дома. Наконец-таки под вечер. Он поспал уже. И решили выйти. Решила все-таки поменять ту клеенку, которую я убралась в фикс-прайсе. Она вся уже попорвалась. В общем, она совсем такая ненадежная и тонкая. Я взяла нормальную клеенку за 350 рублей. С такими лапками. Потом покажу вам. Вот. Ну, еще хочу очень вкусняшку интересную сделать. Лена, муж готовил. Она мне так рассказала. Я хочу повторить, попробовать. В общем, беру все ингредиенты. Взяла уже, точнее, все ингредиенты. Сейчас еще зайду в фикс-прайс, посмотрю, что там есть новенькое. Может быть, что-нибудь возьму. И... В общем, включусь. Еще я хочу, чтобы она ножками походила. Или я ему сандалики одела, чтобы он чуть-чуть погулял. Но надо дойти до этого места. Да, я не показала, как я выгляжу. Ну, в плане, как я одета. И, наконец-таки, я покрасила ногти. Ко мне Лена приехала с розовыми ноготочками. А я здесь стерла. И все, ну, не получилось у меня накрасить. Но вот сегодня, пока малой спал, я днем накрасила, значит, ноготочки на руках. И на руках. Ой, и на ногах. Вот такие вот мои любимые шлепочки вообще от розовой ноготочки. Ну, а так я в кофточке. В моей любимой бурсетулечке. Кстати, многие меня поддержали с такой вот барсеткой, да. То, что есть в Москве такая барсетка. Еще там в каких-то модных брендах есть такие барсетки. И ничего, это не рыночная тема. Но понятно, что это удобно. Это удобно. И многие даже мамы мне писали и спрашивали, где я такое купила. Потому что им тоже нужно. Потому что это реально удобно. И один раз, кстати, я не сказала вам, а я один раз забыла ее взять. И забыла деньги. Я как раз подумала, глянь, они мне говорят, говорят, типа на рынке. И думаю, возьму и не одену один раз. И вот не одела, а оказалась. Забыла все оттуда вытащить. А там у меня все. У меня телефоны там и деньги, и паспорт, и камера. Ну, хорошо камеру ходите, и телефон забыла. Все, мы подходим в фикс прайс, посмотрим, что же там новенького нам подготовили. Смотрите, какие высокие унитазы-чистилки. Розовые, высокие. Как раз в мою квартиру, да? Я, кстати, давно хотела поменять. Но что-то я сегодня не готова брать. Я вам покажу, что здесь нового. Может быть, что-нибудь возьму, если супер, прямо она будет супер. И я забоюсь, чтобы его продали. Я не купила, и я тогда куплю. Теперь можно шутить над друзьями. Подушка-пердушка. Только он нос закрывает. Она еще и воняет, что ли, интересно. Не, ну вряд ли. Просто кладешь, и она звук издает. Я думаю, так. Желтенькие, зелененькие есть. Кстати, возьму вот такие трубочки. У меня вот таких трубочек нет. Кое-что хочу сделать. Наверняка вы знаете, что. Но я хочу. Мне надо. Я возьму. Еще вот такие вот разные горшочки. Я их не видела. Смотрите. Такие цветные. Для маленьких растений. Стоят 99 рублей. Они очень симпатичные. Да, с дырочкой внутри. Видите? Вообще красота, милота. Ой, еще вот такие новые. А что это такое? Набор горшочков для кактусов. Это если у вас много кактусов, оно, видите, как в наборе. Вообще класс. И цвета разные. Во. Смотрите, вот такая новая штучка появилась. Какой-то маятник настольный. Для релаксации. Вот оно было открыто. Я его смотрю. Его, видимо, как-то собираешь. И он как качельки качается там. Я, получается, увеличиваю товары. И сама такая большая, увеличенная. Ну, в общем, вы поняли, да? Всего 55 рублей. Было бы прикольно. Вот если бы мне было куда ставить, был бы у меня сверечный кабинет. Ну, скоро будет, я думаю, да? Личный кабинет. Я там буду своих подписчиков принимать, брать у них интервью. Еще появились вот такие рюкзачки. Интересные. Я вообще такие люблю. У меня есть такие из Найка. Серебристые. Еще откуда-то не помню. Но, в общем, они очень простые. Затягиваются. Такие цвета. Красные. Скинки. Ой, это волк. Или кися. Или что-то. Что-то кошачье. Циферки. И черные еще. И вот такой черный еще. С флагами. У них такие вот кончики какие-то интересные. Под кожу как будто. В общем, прикольные. А цена? В общем, внизу написано 50 рублей. А так я и не знала. На них ничего не написано. Кстати, фикс прайс уже готовится к школе. Поэтому для деток здесь очень много школьного. А я вот такие фломастеры нашла. Они походу меняются. И разные цвета. Вот так. Смотрите, сколько много цветов. И они при этом вот такие длинненькие. Прикольные. Еще я тут увидела вот такой вот... Как он называется? Помпо. Но с помпой. А. Дозатор для жидкости. Для снятия для жидкости. В общем, с помпочкой. Когда просто вот так вот нажимаешь. Да? Смотрите. Нажимаешь, в общем, помпочку. И удобно очень. Но я очень редко крашу ногти. Поэтому мне она не пригодится. Такая розовенькая. Цена, что ты кипишуешь? Объясни мне. Объясни-ка. Объясни-ка маме. Что кипишуешь? Ой, какие-то сумочки новые. Вот такие. Как-то интересно, они закрываются. Малиновая. Я, кстати, не видела до этого. Смотрите, ручки-чесалки. Зеленые, синие, красные. Прикольные. Вот такие интересные новые появились в контейнере. Очень плотно закрываются. Ну, для еды, на работу. Разных цветов. Дыня. Дыня на руках у меня, поэтому я теперь так буду показывать. Контейнер. Ну, это может быть для первого. Вот такое. Кружка-контейнер. Вот такой размер. Видите, с моей рукой примерно. Ну, достаточно наесться можно взрослому человеку. Итак, мы вышли из фикс-прайса, и я взяла все-таки много чего нового и много чего полезного из того, что я вам не показывала, для того, чтобы было интересно смотреть мои видео с фикс-прайсом. А если я вам здесь все покажу, то хочу смотреть тоже, да? А я не показала много чего нового и интересного. Все, мы едем за мясом. Хочу зайти в рульку нашу. Я нагинаюсь, потому что тут ветки. В общем, у нас есть магазин мясной, там свежее всегда мясо вкусное. Вот я хочу взять, пойти индейку, потому что я теперь уже стараюсь готовить что-то для себя, чтобы можно было все это взять, перемешать малому и накормить его, чтобы отдельно ему не готовить. Вот я приготовила соус недавно, и он у меня просто лопал из-за милую душу, и даже Ленкин малой пришел тоже, целую тарелку съел. Говорит, вкусно, и я рада. Ну, просто мясо я бы хотела другое использовать, индюшку, кролика там, например, потому что у меня там говядина-свинина была. Все, в принципе, хорошо, но что-то вроде дети не переносят свинину там особо, хотя мы нормально. Ну, ладно, пошла, а то неудобно одной рукой снимать, одной ехать. Мы тут гуляем, я решила показать вам некоторые моменты, как мы ходим уже. Кто тут? Кто тут? Помахай. Привет! Привет! Недавно муж моей подруги приготовил очень вкусное, очень вкусное такое, знаете, блюдо, очень вкусное блюдо. Она мне так рассказала просто теоретически, как она это делала, и я решила повторить. В общем, я сейчас вам быстро покажу, что я сделаю. Я не представляю, как это на вкус, но мне кажется, это очень вкусно. У меня даже по фантазии, честно говоря, не возникло бы так сделать, но мы попробуем. Значит, первое, что нам понадобится, это 4 равные кусочка лаваша. Я их нарезала, отрезала, и сейчас мы будем выкладывать на них начинки. Я выложу сейчас и расскажу, что выложу. Значит, смотрите, на один я выложила нарезанную колбаску, не колбаску, сосиски, можно колбаску мелко порезанную. Это у нас сыр Дружба. Значит, смотрите, на трех я выкладываю эта колбаска, то есть это сосиски. Это у нас сырок Дружба я выложила. На этот я сейчас выложу помидорчик. Сложу один на один, на другой, ну, в любой последовательности. И сверху я накрою тем четвертым оставшимся. Чтобы получилось все достаточно красиво, нам нужен острый нож. После того, как я все сложила, внизу у меня колбаса, посредине сыр, сверху помидор. Я накрыла четвертым листиком, разрезала все это на 6 равных частей. Теперь мы подготавливаем яйцо. У меня небольшой такой бардак. Эти кусочки нужно было бы обмакнуть в яйце и бросить на сковородку. Но у меня все рассыпалось, поэтому я сначала положила эти штучки 3 вот так на сковородку и просто залила яйцо. Мне понадобилось 2 яйца сюда. Сейчас попробую, что это получится. В общем, получилось это вот так. Сейчас я буду пробовать. А я уже такая лохматая, а уже эфир провела. Поела я, да, я поела. Я хотела сказать, но просто у меня не было возможности, потому что одно, второе, третье. Вот сейчас я скажу. Я поела, это было очень вкусно, но у меня не получилось ни хрена. Я с Ленусик списалась. Оказывается, они делали немного из другого лаваша. То есть этот она мне привезла лаваш, он более мягкий. А они делали из более твердого. Ну, в общем-то, все равно надо смотреть. Я уверена, что у ее мужа получилось все не так. Судя по тому, как он готовит чизкейк. И то, как она все это рассказала, я уверена, что не так получилось, как у меня. Иначе бы он не занимался этим делом. Вот, поэтому я приеду к ним в гости. Еще раз все проспрашиваю. Посмотрю на этот лаваш, который они использовали. В общем, у меня еще много осталось. Я съела все, что приготовила. Ну, три кусочка. Остальные три я, наверное, съем без яйца. Завтра утром позавтракаю. Вот. Что еще хотела сказать? Завтра не знаю, что я буду делать. Я, наверное, уже попрощаюсь, потому что три дня уже в этом влоге, по-моему. И что? Сына укладывается все, кувыркается. Взрослеет на моих глазах. Приколы каждый день какие-то новые. Сегодня мы, кстати, много походили, потопали ножками. В инстаграме повыкладываю все. Эфир был, как всегда, прекрасный у меня. В общем, давайте я с вами буду прощаться. До следующего видео, до следующего влога и других тематических видео. Люблю вас, целую. Пока-пока. Говори пока. Говори пока, Дэнь. Давай ручку помахай. Пока. Ты мой улыбок. Пока. Вытащи соску. Говори пока. 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 Пока.